Готов? Руки. Сразу следи за руками. Хоп! Поехали. Один из самых известных красноярских легкоатлетов Тимофей Чалый начинает подготовку к Олимпиаде в Токио. Он чемпион Европы среди юношей. В беге на 400 метров с барьерами неоднократный чемпион России. На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Тимофею выступить не удалось. Тогда всю нашу сборную по легкой атлетике отстранили от соревнований из-за допинга. И вот чуть больше полугода осталось до новой Олимпиады. И вновь россиян могут туда не пустить. Настроения у Тимофея не самые радужные. Я не мечтал поехать на Олимпиаду. Это как идея фикс. Сейчас я даже не знаю. Просто вообще очень запутанная ситуация. Даже не знаешь, о чем мечтать, о чем думать. И не хочется витать в облаках и думать о чем-то неизбыточном. Государство в последние годы стремится вовлечь в спорт как можно больше россиян. Тимофей считает, что допинговые скандалы могут наоборот оттолкнуть детей от занятия, где оказывается слишком много химии. Уже начинается отсев детей. Просто многие родители, особенно даже не разбираясь, просто посмотрят. Не то, что легкая атлетика у нас замешана в чем-то, а даже вообще на весь спорт. Кто-то подумает, что спорт без допинга невозможен. И своим детям пожелает лучшего, чем быть, условно говоря, как коровы на стероидах. Поехать на Олимпиаду хочет не только Тимофей. Об этом мечтает и серебряный призер Игорь в Пхенчхане, сноубордист Николай Алюнин. Он готов выступать в Пекине в 2022 году под нейтральным олимпийским флагом. Многие, конечно, и в Корее до Олимпиады, многие мне говорили, ты предаешь нашу страну, нельзя так делать. Но они не на моем месте, они не знают, через что я прошел. И насколько мне важно поехать туда, и насколько мне важно все-таки забрать свою золотую медаль, к которой я так долго иду. Я внутри себя патриот, я внутри себя сибиряк. И пусть будет флаг олимпийский, то есть ничего страшного. А ведь отстранение сборной России от участия в крупных международных соревнованиях под своим флагом можно было избежать. В конце 2018 года наша страна должна была передать базу данных российского антидопингового агентства расследователям ВАДА. Но, во-первых, мы передали позже установленного срока, а во-вторых, эксперты установили, что база была вычищена. Кто-то через сеть получил к ней доступ и изменил данные о допинг-пробах 145 спортсменов. При этом база была опечатана и находилась под контролем Следственного комитета. ВАДА считают, что манипуляции – дело рук государства, которое, по мнению международных специалистов, намеренно скрывало факты употребления допинга. Но российские чиновники вину не признают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображение политического характера, ничего общего с интересной спорта и олимпийского движения не имеющие. При этом именно в России спорт – это и есть политика. Так появилось еще с советских времен, когда атлеты должны были доказывать преимущество социалистического строя над капиталистическим. Спортивные победы были неотъемлемой частью идеологии сверхдержавы. И возврат к этой идеологии в путинской России потребовал от спортсменов дать больше, чем они могут. Уже давно в нашей стране спортсмены – это некие такие солдаты, которым что скажут, то они и делают. В принципе, их понять можно, потому что они полностью на государственном обеспечении. Они прекрасно понимают, что выиграв одну медаль, они получат 50-100 тысяч долларов, евро. Им набросит область, край, им набросит еще какое-нибудь спортобщество «Динамо», «ЦСК», какие-нибудь профсоюзы. То есть они все сами на госденьгах находятся. Поэтому здесь, наверное, больше система сама виновата. Наша российского спорта, то, что вот пришло к таким удручающим фактам. А вот министр спорта края Павел Ростовцев считает, что в допинговых скандалах большая доля вины на спортсменах. Говорит, государство российское ни в коем случае не поощряет употребление запрещенных препаратов, а борьба против химии в спорте в последнее время становится все очевиднее. В последнее время это чисто от разгильдяйства самих спортсменов. Другого слова у меня нет. Когда есть регламент, когда ты должен и обязан, и ничего сложного в этом нет сказать, где ты находишься для того, чтобы приехали к тебе допинг-офицеры и взяли тебя в несоревновательный контроль, ты раз это не делаешь, два раза не делаешь, три раза не делаешь. Но вот из-за такого, может быть, не совсем ответственного отношения к своим обязанностям создаются вот такие проблемы для всего российского спорта. Сейчас принято считать, что употребляют все, но наказывают только нас. И это, конечно, не так. Мексиканских, французских, бразильских, канадских атлетов чаще уличали в применении допинга. Разница в том, что ни Францию, ни Бразилию, ни другие государства не ловили на подлоге и сокрытии положительных проб. А допинг в российском и советском спорте как был, так и остался. Эта проблема найдет еще с начала 80-х годов, когда люди, скажем так, разучились работать по методике. Было гораздо легче, когда были там много препаратов разрешенных таких. И гораздо было проще, употребляя их, показывать высокие результаты. Ну и целое поколение тренеров, я так думаю, что уже разучились работать грамотно по методике. А пока разбирательства со странением России не закончены, Тимофей Чала и другие российские спортсмены продолжают готовиться. Выжимать из своего организма все до последней капли. Даже если Олимпиады не будет, по-другому жить они просто не могут. Виталий Поляков, Николай Чистяков. Воскресные новости ТВК.